Рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО провели в правительстве края. О складывающейся обстановке в Рио губернатора докладывали заместитель председателя правительства региона и глава министерства ЖКХ. В конце декабря профильному ведомству было поручено проработать вопрос о расторжении начавшего действовать 1 декабря 2020 года соглашение с региональным оператором по Хабаровску и району имени Лозо ООО ТСК Фест. Это была единственная территория, где после неоднократных конкурсов удалось найти компанию, взявшую на себя функции регионального оператора. В декабре было принято решение о временной приостановке реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это сделано, чтобы исключить лишние начисления людям. Нам нужно оперативно вернуть прежнюю систему вывоза твердых коммунальных отходов. Какие меры, коллеги, были приняты для недопущения мусорного коллапса? Уточним, что при переходе на новую систему вывоза отходов управляющие компании и товарищества собственников жилья были обязаны исключить стоимость такой услуги из жилищных квитанций. Однако далеко не все УК и ТСЖ оказались готовы прозрачно и оперативно убрать расходы на вывоз ТКО из суммы собираемых с жильцов многохвартирных домов в средств. Для того, чтобы вернуться обратно на старую схему, также было проведено ряд встреч. Прежде всего, эти встречи были с управляющими компаниями, с товарищами собственников жилья, чтобы они могли вернуться в прежние договорные отношения, которые у них были до вступления в силу работы регионального оператора. Был создан штаб. Мы определились, что люди отдельную квитанцию не получат. Все будет в рамках старой квитанции. Отдельной строкой выделена эта ставка в течение месяца, который отработал региональный оператор. Сложность была с прямыми договорами. Региональный оператор заключил более двух тысяч договоров прямых. Это многоквартирные дома, где люди вышли на прямые отношения. Но и этот вопрос также удалось урегулировать путем заключения соглашения с РКЦ, которые выставили в квитанции все-таки управляющей компанией эту ставку, вывоз твердых коммунальных отходов. Также серьезной проблемой стал подбор бизнес-структур, готовых взять на себя обязанности регионального оператора. В особенности на севере края. Кроме того, в регионе на сегодняшний день всего шесть легальных точек, где аккумулируется ТКО. Два полигона в Советско-Гаванском и имени Лазо районах. Два объекта обезвреживания отходов в Верхнебуринском районе. По одному объекту обработки обезвреживания отходов в Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре. Более 80 объектов размещения твердых коммунальных отходов не санкционированы. Наша с вами задача не допустить ни в Хабаровске, ни в районе имени Лазо, ни где бы то ни было сложности с вывозом твердых коммунальных отходов. Это порядок во дворе, порядок в городе, это хорошее настроение людей, это уверенность, потому что власти работают и заботятся о людях, поэтому этому нужно уделять отдельное внимание. В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2020 года жители края увидят отдельную строку – услуга по обращению с ТКО. Она должна быть прописана и в тех многоквартирных домах, собственники которых уже успели заключить прямые договоры на вывоз отходов с региональным оператором. Коснется это, напомним, Хабаровска и населенных пунктов в районе имени Лазо. Наша с вами задача не допустить ни в Хабаровске, ни в районе имени Лазо, нигде бы то ни было сложности с вывозом твердых коммунальных отходов. Порядок во дворе, порядок в городе, это хорошее настроение людей, это уверенность, потому что власти работают и заботятся о людях, поэтому этому нужно уделять отдельное внимание. В течение новогодних выходных жалобы на скопление коммунальных отходов вблизи жилых домов принимались на горячую линию Министерства ЖКХ района. Из более чем сотни поступивших обращений – 65 по Хабаровску, 10 по Комсомольску-на-Амуре, 8 по Хабаровскому району, 6 по Амурскому району, 4 по Советско-Гаванскому, 2 по Николаевскому району и по одному в Комсомольском и имени Лазо районах. Людей беспокоили несвоевременный вывоз ТКО, ненадлежащее содержание контейнерных площадок, управляющими организациями, трудности с вывозом крупногабаритного мусора. Более 70% обращений оперативно отработаны. По остальным, как сообщили в Краевом министерстве ЖКХ, нарушения устраняются.